Ниган может уйти в другое шоу, третий сериал по ходячим получит всего два сезона и что это означает для вселенной ХМ. Приветствую, это новости за эту неделю, а пока давайте с вами немного попросвещаемся, попросвещаемся свежими трейлерами предстоящих всеми нами ожидаемых фильмов уже сейчас. Канал Жиз ТВ позаботился за вас и собрал все киноновинки у себя. Не нужно быть подписанными на каналы всех киностудий мира, подпишись просто на Жиз ТВ и подборки самых ожидаемых трейлеров будут всегда в вашем смартфоне, в том числе и по любимым ходячим мертвецам. Я уже там, Жиз ТВ это трейлеры специально для вас, заходите и они всегда на русском. Итак, новое уже третье по счету шоу по ходячим мертвецам Мир за пределами выйдет сразу после финала 10 сезона Ходячих Мертвецов 12 апреля. У нас, к слову, это уже будет 13 апреля, но это не главная новость. Однако же главное событие здесь о том, что канал впервые за все время существования вселенной обозначил крайние сроки существования своего проекта. Он сразу сказал, что проект будет иметь всего два сезона и закончится, соответственно, уже в следующем году. И это как-то звучит странно, имея в виду то, что недавно еще Скотт Гимпл говорил, что в обозримом будущем вселенная Ходячих Мертвецов не имеет своего завершения. Первый сезон будет длиться также не 16 серий, как другие проекты, а всего 10, а производство второго сезона начнется в конце этого года. По словам Скотта Гимпла, третье шоу должно как-то быть связано с предстоящими фильмами про Рика. Поэтому вполне становится ясно намерение сделать всего два сезона. Мир может стать своего рода буфером для подготовки зрителей к выходу первого фильма по этой вселенной. Скорее всего, первый фильм про Рика уже не успеет выйти в этом году, потому что любой голливудский фильм снимается примерно один год. Это включая сам продакшн, включая монтаж, включая еще и рекламу, которая длится ну минимум полгода. Другими словами, возвращение Рика Граймса вполне можно ожидать как раз таки по окончанию второго сезона «Мира за пределами», то есть фактически после завершения самого проекта. Мы знаем точно, что Эндрю Линкольн никак не принимал участия в первом сезоне «Мира», но зато у него есть все возможности это сделать в конце этого года. Возможно, поэтому мы все с вами недавно стали свидетелями усиленных тренировок Линкольна у себя в Англии по стрельбе. Фанаты уже радуются, что Энди стал отращивать бороду, надеясь, что это означает, что он приходит в ту форму, в которой покинул шоу полтора года назад. Но опять же, все это мало пока что означает, а у Гимпла еще нет даже готового сценария и режиссера первого фильма. Ждем 2021 год. В то же самое время всего два сезона подтверждают и недавние слова Скотта Гимпла о развитии этой вселенной через внимание множества разных историй. «Мы хотим, чтобы ходячие мертвецы означали разные вещи. Я думаю, что мы достигли той точки, когда люди наслаждаются различными историями в одной и той же вселенной», сказал тогда Гимпл. Конечно, если продолжить дальше фантазировать, то можно предположить, что таким образом, двухсезонным всего пробегом для мира, пролюсеры постепенно, помаленьку, но подготавливают нас к эре, когда комикс закончится и сюжет начнется совершенно свой, никак не пересекающийся с тем, который был в графической новелле. Возможно, я открою для кого-то тайну, но сюжет сериала основывается на комиксе, а комикс закончился уже этим летом. И, скорее всего, тот самый сюжет в сериале закончится уже в 12 сезоне. Если честно, я-то думаю, вполне, что он может закончиться даже и в 11, если Анжела Канг не будет растягивать каждый момент. Но в самом таком перспективном варианте я считаю, что 12 сезон будет последний. Последний для комикса, опять же. И получается, что дальше авторам просто придется-таки выкручиваться и продолжать вселенную уже на своих порах. Возможно, 13 сезон уже будет совершенно самостоятельной историей, и поэтому в него могут влиться те, кто выживет после двух сезонов мира. Тем самым продюсеры подготовят зрителей ходячих к новым лицам и вальют в проект свежую кровь. Конечно, если рейтинги мира не будут валяться где-то в области дна. И еще одна новость, а возможно и не новость, а ну такая просто переписка двух известных людей. Джеффри Дин Морган – большой фанат сериала «Пацаны», выходящего на Amazon Prime, о чем сам писал у себя в Твиттере. На это шоураннер проекта Эрик Крипке поблагодарил Моргана и пригласил к себе на шоу, готовящийся уже третий сезон. Сказано это было так, будто под Моргана готовы написать даже специально роль. На это Морган почти сразу ответил. Я не могу дождаться второго сезона. Я готов сыграть с этой бандой в любое время. Знай Крипке. Ну вот и все, господа. Теперь можете сказать практически абсолютно «Прощай любителей Люськи» и «Постебать святого отца». Что ж, неужели так легко от нас уведут нашего с вами любимого Нигана? Я, конечно, иронизирую, но мне кажется, что Анжела Канг ну никак не собирается сливать фактически сейчас самого главного персонажа этого сериала уже в этом сезоне. Моргану никогда особо раньше не мешали «Ходячие мертвецы» как-то сниматься еще параллельно в других проектах. Два года назад, параллельно с восьмым сезоном, он успевал сниматься и со скалой в боевике «Рампейдж». В прошлом году снялся в детективе список убийств, который выйдет в этом марте, а еще в спецэпизоде «Сверхъестественного». Ну и никто не обещал пока, что Морган придет в «Пацаны». Он вполне может там просто зайти на эпизод другой в качестве приглашенной звезды. Поэтому Ниган пока еще с нами. Ну и еще немножечко новостей из параллельной вселенной, но из проекта, который мне особенно дорог. Я вам напомню, что вместе с началом второй половины десятого сезона, 23-го, по-моему, февраля, начинается еще и пятый сезон «Лучше звоните Солу» проекта, который я люблю всей душой, потому что он продолжение во всех тяжких. Но, опять же, главная новость, которая вышла, опять же, на этой неделе, это то, что предстоящий, еще даже не снятый, уже шестой сезон, станет как раз-таки последним для всего этого проекта. И для меня это очень грустно, потому что я считаю, что это тоже такая же огромная вселенная, как и «Ходячих мертвецов». И все-таки интересно, что же было дальше с Олом Гудманом уже после того, когда он уехал тогда в пятом сезоне «Все тяжкие». Посмотрим, что будет уже в пятом, потом и в шестом сезонах. Ну а пока лично я буду скучать по этой вселенной, если они его закончат. Ну а пока спасибо, что смотрели, делитесь роликом с друзьями, подписывайтесь на данный канал, спасибо, что вы со мной, мне очень приятно. Пока! Пока!